Меня зовут Дмитрий Гуденко, я до недавнего дня директор, а на сегодняшний день учитель Центра компьютерного обучения специалист. И сегодня буду рассказывать вам, как правильно составить описание учебного курса, в первую очередь продающее описание учебного курса. Вот. Сразу хочу прояснить, что речь не идет о описании, которое соответствует стандартам Министерства образования и так далее и тому подобное. Речь идет именно о маркетинговой части. Значит, немножко про меня. Я руковожу Центром с 1991 года. Что интересно на этом слайде, то, что есть такая ассоциация LERN, которая готовит специалистов, обвиняет специалистов по дополнительному образованию в Штатах. Соединенных Штатах Америки. И они проводят очень интересные конференции. И как раз с этих конференций я подчеркнул достаточно много интересного. И как раз много информации в этом семинаре. Этот семинар практически полностью взят с этой конференции. Плюс наш опыт, естественно. И на курсе, который пойдет в следующий понедельник, 28 января, я буду вести курс. Где-то раз в год я веду курс для учебных центров. Значит, как делать бизнес, как заниматься маркетингом. Вот. И как раз этот курс тоже, он будет включать материалы более полные от конференции. Так. Значит, вот информация на слайде, пожалуйста, про курс и про меня и про ближайший курс. Значит, немножко про наш центр. Более одного миллиона выпускников. Наверное, сейчас уже миллион пятьдесят тысяч, потому что миллион мы достаточно давно отмечали. Значит, половина наших слушателей – это частные лица, вторая половина – это корпоративные клиенты. В 2018 году в связи с тенденциями в экономике сфотографировать можно не обязательно. Презентация вам вышла в слайдах. Это будет нормально. Вот. То есть все будет. Но, значит, смотрите, в связи с ситуацией в экономике у нас корпоративных клиентов в 2018 году больше, а частных чуть-чуть поменьше. Потому что частных денег поменьше стало, корпоративные клиенты ищут качество и, скажем, высокий стандарт услуг. Тут понятно. Так. Немножко про ассоциации. Значит, я буду крат, потому что семинар у нас все-таки бесплатные коробки. И, наверное, я сяду, чтобы вебинаристы меня лучше слышали, если вы не возражаете. Значит, семинар большой. Значит, коллеги, если у кого-то есть вопросы, задавайте по интернету вопросы в разделе «Вопросы». Вот. Там как раз обычно люди напутают чат и вопросы. И как раз то, что меня хорошо слышно, они отвечают именно в вопросах. Это специфика. Неудобно немножко словно. Значит, смотрите, что вам нужно знать. То, что очень хорошая ассоциация LERN. Посмотрите сайт lern.org. Там много всего интересного. И, в общем-то, если кто-то захочет поехать в Штаты и поучиться, то на эту конференцию стоит ездить. Русским там бесплатно. Значит, LLPA. Тоже хорошая ассоциация, но там один центр от страны. От России место пока занято нами. Мабдо. Очень хорошая ассоциация для тех, кто интересуется нашими государственными стандартами, практиками. В дополнительном профессиональном образовании. Сайт mabdo.ru. Замечательная рассылка по всем документам. Очень рекомендую этот ресурс. И всячески рекомендую вступать в ассоциацию. Она такая старорежимная. Она такая во многом немножко такая кондовая. Институт о превышении квалификации, публикации, конференции. Но очень полезная для тех, кто сталкивается с образовательным законодательством, с проверками и прочие вещи. То есть там можно вот на эти вопросы найти ответы. То есть вот это все пополняет. Так. Дальше идем. А то мы семинар не успеем привести. Так. Значит. Это немножко сертификаты нашего центра. Почему я их сюда показал? Потому что речь у нас пройдет про уникальное торговое предложение. И вы должны будете, когда вы пишете любой текст про себя, вы должны написать так, чтобы у вас конкуренты не смогли содрать, отбегая вперед. То есть вы должны написать что-то такое, что не может быть сразу взято. И использовано, с копипастом использовано вашими конкурентами. Например, если у вас есть какой-то замечательный сертификат. Вот. Сертификаты бывают разные. Какие-то очень крутые, какие-то менее крутые. Но набрав их достаточно много, понятно, нужно что-то сделать. То есть вы обеспечите себе какую-то уникальность. Так. Значит. Немножко про курс. Потому что семинар наш – это маленький кусочек, такой тизер, из большого курса для руководителей учебных центров, для маркетологов, для руководителей отдела продаж. Именно как вести маркетинг в дополнительном образовании, как строить бизнес в дополнительном образовании. Там большой финансовый блок. Как, сколько нужно конкретной данной, какая должна быть зарплата преподавателя, как ее бюджетировать, сколько откладывать на рекламу, сколько на администрацию, как правильно делать цена образования, какие должны быть цены и как. То есть много практических вещей. Где-то на половину я взял это с американского курса Certified Program Planning и вторую половину из опыта, как, в общем-то, здесь и написано. Ну и плюс очень хорошее общение с коллегами по цеху и плюс ответы на вопросы. Потому что сейчас у нас человек в общей сложности, сейчас нас слушает где-то человек 70, 59 онлайн и остальные здесь. И я, конечно, на все вопросы не успею ответить, даже если захочу. На курсе все-таки у нас три дня и там интересные дискуссии есть. Так, дальше пошли. Актуально. Самое главное, посмотрите, пожалуйста, вы должны, когда пишете текст курса, вы должны делать его продающим. И тут немножко, я вот сейчас, вы пока смотрите на слайд, я вам скажу немножко, чем отличается вот то, что читаю я, и то, что вы найдете в интернете, и то, что вы найдете сейчас на рынке. Сейчас огромное количество, я этого текста не говорил 10 лет назад, но сейчас примерно так, что очень много различных учебных заведений, которые учат, как вести бизнес учебным заведением. Как создать свою онлайн-школу, активизатор онлайн-школ, обучение, конференции, еду маркетов, еду софт, еду еще такое. То есть очень большой бизнес тех, которые пытаются другим людям научить, как правильно зарабатывать деньги на обучении. Вот хуже этого только, как правильно вложить деньги, типа Форекса и прочих разных пирамид, понимаете. Это вот последнее, а предпоследнее, как зарабатывать деньги, ничего не делая на обучении. В данном случае, я честно скажу, что как бы я слежу за этим, смотрю за этим, но мои семинары, мой курс отличаются тем, что, во-первых, это не мой источник дохода и не источник дохода нашей компании, проведение курса для вас, для учебных центров. Мы проводим этот курс раз в год, это одна группа, а всего у нас, кто правильно ответит, кроме сотрудников компании, сколько у нас групп в году, тот получит это самое от меня, специальный подарок. Можете мне потом это самое. Давайте вот немножко, кто скажет, сколько в расписании 19-го года групп в нашем центре? Сколько 150? Кто еще? 500. Замечательно. Друзья, по вебинару, пожалуйста, тоже свои данные давайте. Ну, коллеги, смелей. Я понимаю, что хорошо, что никто не смотрел наше расписание. Вот. Есть какие-то еще идеи? Ну, смелее. Как вы думаете, сколько может быть? Более тысячи. Более тысячи, хорошо. Это правильно, но не совсем точно. Так, нам нужен какой-то хороший приз. Если это самый... Владимир, какой мы приз можем дать это самое победителю? Нет, не дать это. Маркетинг в образовании взрослых? Хорошая идея. За точный ответ без проблем. Вот. Вот. Там, ну, точно. Вот. Но тем не менее. Давайте что-нибудь другое. Такое, что можно съесть или домой унести. Давайте календарь компании. Или кружку. Давайте кружку. Давайте кружку. Это в руку можно взять. Вот. Так, восемь тысяч. Ну, вот, уже правильно сказал Айрат. Значит, победитель у нас Айрат. Айрат смотрел расписание, он знает. Восемь тысяч самый... На самом деле, мы сегодня считали. На самом деле, у нас четыре тысячи... Нет, где-то, фалька, три... Около четырех тысяч групп настоящих. И плюс к ним еще пять тысяч виртуальных групп. То есть, если вы посмотрите на наше расписание, на сайте, посчитайте, вот, как, наверное, Айрат уже сейчас сделал быстренько. Посчитал все группы, которые вы видите на нашем сайте, с датами, с фамилией преподавателя, классами и так далее. Их будет действительно восемь тысяч. Вот. Значит. Ну, Айрат, он очень хитрый, потому что он смотрел, наверное, расписание, описание и смотрел число слушателей. Восемьдесят тысяч. Примерно поделив на десять, получил тоже такую. То есть, это все просто. Так вот. И поэтому то, что я вам сейчас буду рассказывать, друзья, это реальные знания. Мы просто делимся опытом, нам просто скучно держать эти знания при себе. Понимаете, конкурентов у нас особо нет. Кстати, я не знаю, тут есть наши коллеги, записавшихся на вебинар, есть другие серьезные компьютерные учебные центры, которые с нами не сильно конкурируют, но, тем не менее, где-то чуть-чуть есть. Но мы всегда их рады видеть на наших семинарах. У меня очень много реальных конкурентов перебывало. Нам просто интересно вот общаться, делиться знаниями. Немножко другой уровень. Вот. И вот самое главное, я могу сказать, что вот я убедился, что самое главное – это описание курса. Почему? Потому что мы торгуем не холодильниками, немножко по актуальности я вам скажу. Мы торгуем не холодильниками, которые можно понять. У каждого курс может быть свой, понимаете. Он уникальный, понимаете. Даже если вы полностью один к одному содрали у кого-то, вы все равно что-то поменяли, и он уже ваш. У вас все равно будет другой преподаватель. Но совсем, если у вас смысл такой, самое главное, понимаете. Ну, вот когда тут очень много дам в аудитории и вебинаре. Когда вы идете… Вот что обычно даму всегда немножко напрягает? Когда она приходит куда-то и видит человека одетого абсолютно одинаково, понимаете. Вот точно так же и в бизнесе, понимаете. Нельзя делать абсолютно копипастом конкурента. Только в одном случае можешь делать, если ты на турецком рынке продаешь Louis Vuitton в три раза дешевле. Тогда да. Вот тогда еще можно. Итог. Вот. А реально в нашей как бы сфере мы должны быть первыми. Единственное, если слово у вас останется после этого семинара, вот это слово уникальность, понимаете. Вот вы должны быть не лучше, не хуже, вы должны быть другими, понимаете. Вот особенными какими-то. Тогда вы найдете своего клиента, который скажет, что вот да, вот мне вот это нравится. Ну, понятно, это должно быть что-то интересное. Просто там уникально, как говорится, без рук, без ног и не говорите, понимаете. Уникально в хорошем случае слова. Ну, вот смысл в том, что в нашем бизнесе, если вы, например, где-то купили холодильники и перепродаете, чтобы с вами конкурировали, человек тоже должен купить холодильники и перепродавать. А в обучении очень просто. Вот он зайдет на ваш сайт, увидит написание вашего курса и берет его, копипастом ставит себе, а цену ниже. И вы плачете и думаете, что же мне делать, почему у меня воруют. И вот в нашей сфере, например, на обучение, вот такой, всегда этот вопрос воруют идеи, воруют какие-то программы, описания, методические материалы. Он часто в сообществах обсуждается. И решение только одно, это уникальное описание курса. Вы должны написать что-то такое, что, наверное, пишет конкурент. Вот. И вот тут как раз вы почитали все, что написано на этом слайде. Это все на самом деле правильно. И кто не знает слово «АИДА», тот в маркетинге тому вообще делать нечего. Так, все знают слово «АИДА». Кто не знает, поднимите руки. Значит, «АИДА» – это четыре принципа маркетинга. А, привлечение внимания, аттрекшн, три секунды. И интерес, это самое, 30 секунд. То есть сначала человек смотрит, о, интересно, потом 30 секунд, ага, вот тут что-то можно дальше. Д, это желание, желание что-то действительно купить, три минуты, это подробное изучение. И «АА» – это самое главное, это экшн. Это человек должен обязательно что-то сделать, прочитав ваше описание. Вот. И вот самое главное для вас, это все написано. Но главное для вас, вот, кстати, обратите внимание сразу на ошибку вот в этом слайде. Посмотрите на слайд. Что здесь не так? Посмотрите, пожалуйста, раз, два, три, четыре. Вот четвертый пункт, посмотрите внимательно на слайде, немножко вы там себе как-нибудь запомните, он неправильный. А чем отличается четвертый пункт от пятого? Кто быстро ответит? Не только этим. Внимательно посмотрите. Чем четвертый пункт отличается от пятого? Кто-нибудь, учителей русского языка нет здесь? Нет, 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 нет. По тексту, по словам. Посмотрите, пожалуйста, кто из удаленных слушателей ответит. Чем четвертый пункт у вас на слайде все то, что отличается от пятого? Ужасно, все начинают отвечать. Чем четвертым послали, пятым научитесь. Самое главное, немножко другое, посмотрите. Вы научитесь, то есть это обращение к человеку. А то, что семинары, курс, то есть что главное во главе угла? Человек или какой-то семинар или курс, понимаете? Что семинар кому-то что-то позволит, а кому-то вообще не позволит, иначе может быть запретит, это никому нафиг не интересно. Вот это неправильно сформулированный пункт. А то, что вы придете, научитесь и уйдете богатым, счастливым, там, женатым и, собственно, с эпатетой, это уже другой момент, понимаете? Это когда человек внутри, понимаете? Вот поэтому последний пункт, правильный, мы об этом поговорим дальше. Так, значит, следующий слайд, идем. Значит, вот, уникальное торговое предложение. То есть вы должны быть уникальны. То есть у вас должно быть что-то такое, чего нет у других. И это всегда просто. Всегда у вас есть... Что у вас есть уникального всегда, как правило? Всегда у вас кто есть уникальный? Кто скажет, что у вас всегда, если вы кого-то... Правильно, вот, Наталья, стадательный залог. Я спрашиваю, есть ли кто-нибудь русский язык на это? Вот, оказывается, есть. Это в интернете мне пишут. Так, значит, смотрите. Кто, скажите, пожалуйста, может быстро сказать, что у вас всегда есть уникального, даже если у вас маленький детский центр по какой-то франшизе в одном микрорайончике, а в соседнем микрорайончике только точно такой же детский учебный центр. Что у вас есть? Опыт. Опыт кого, чего? Преподавание. Опыт ваш, опыт преподавателя... Давайте чуть-чуть поподробнее. Опыт ваш центра с большим опытом учебный. Ваше учебное заведение, да? Нет, опыт людей, которые там работают, которые мы создаем. Ну, то есть, понятно, то есть сотрудников. Понятно. Но наработки, конечно. Наработки, да, наработки. Гениально, правильно. Сложно продать. Согласен. Потому что, как правило, говорить о том, что у нас какие-то уникальные наработки, их потрогать не очень можно. И, в принципе, это можно сделать, да. Но это нужно либо патентовать, либо как-то картинки нет. Понимаете? Это можно быть уникальным, но это сложнее. Понимаете? Вот то, что вы сказали, уникальные наработки. Что самого простого, уникального есть в каждом учебном заведении? Ну, практически в каждом. Очень мало учебных заведений, у которых вот этого нет. Что самое главное, зачем приходит человек в учебное заведение? Имя – это вузы. Да, может быть. А вообще, если он идет и учится, что? Знания. Знания. Не уникальные. Все дают знания. Понимаете? Вот давайте проще. Вот есть… Ну, да, вот. Но. А почему знания могут отличаться? Программы. Программы. Сдираю. Копи-пасс. Опаньки. Вот я… Давайте предположим ситуацию. Расположение. Вот, вот. Значит, смотрите. Внимание, внимание. Не упустите. Значит, у меня это самое… Есть очень важный момент, друзья. Значит, очень важный момент. Что в материалах LERN, который… Вот если вы будете смотреть, значит, материалы и в моей презентации немножко есть. Есть такая фраза, что география уже не является вашим ключевым преимуществом. Вот как правильно это трактовать, я вам сейчас скажу. Если вы работаете в двух сферах, а 80% вас будут работать в этих двух сферах, это детские курсы и английские курсы, вот, то география бьет все. То есть, когда вы обслуживаете население вот такое, где таких центров учебных очень много, то для вас, особенно для детских курсов, географии – это самое главное, потому что ребенка никто не повезет на другой конец. Я вам приведу пример. У меня была, значит, на консультации специалист из учебного центра, они сделали центр по ЕГЭ дистанционный. Когда дистанционный центр, казалось бы, география… Вот там география уже не является УТП. Если какие-то вещи продаются через интернет дистанционно, все, география ушла. Но они сделали учебный центр по ЕГЭ дистанционный, набрали дорогих преподавателей и решили продавать регионам московских преподавателей. Провалились полностью. Почему провалились? Провалились, потому что никто не стал… Потому что самое главное в ЕГЭ что? Самое главное в ЕГЭ – кто посылает ребенка на ЕГЭ? Посылают того, кто сам научиться не может, потому что кто-то рядом стоял и учил его, и дрючил. Вот. Для этого посылают. Какой же тут интернет, милые мои? Только очно, только рядом с домом, чтобы никуда не убежал по дороге. Поэтому провалилась у них эта идея. Поэтому география для детских курсов – это все. Поэтому детских курсов – это очень большие. Либо это сеть каких-то центров. Вот. Но давайте… Что интересно, вот написали мне кто-то. Команда, мой опыт. Слушайте, самое главное, самое простое, никто не ответил. Ну, давайте быстрее. Мозги чьи? Мозги чьи? Чьи-чьи-чьи-чьи? Ну-ка, ну-ка. Тренер. Ну, наконец-то хоть кто-то выиграл вторую кушку. Значит, смотрите. Самое уникальное, что у вас всегда есть – это преподаватель. И самое, если вы не знаете, о чем писать, если вообще вот вы полностью пришли, там голова болит, все плохо, где что делать не хочется, куча всего, там то плохо, то не так, а нужно чем-то порекламировать, пойте про преподавателя. Преподаватель всегда уникальный, он всегда талантливый педагог, он молодец, он замечательный. У вас всегда есть его хорошие фотографии, потому что вам помощь, вы понимаете, просто преподаватель – это вот ваша уникальность. И многие к вам пойдут, даже если у вас ни команды, ни мозгов, ни знаний, ничего, если у вас все полностью раздолбайская контора, вам могут пойти на хорошего преподавателя. Если у вас не будет хорошего преподавателя, при любой замечательной организации труда и всяком команде, от хорошей жизни к вам не пойду. Только за корочками. Это понятно, просто есть главное, ключевое здесь. Нужно понимать, что я вам не абстрактные продажные вещи рассказываю, а то, что в нашем месте реально. Преподаватель – это наше все, понимаете? Пойте преподавателя, рассказывайте преподавателя, не делитесь своего преподавателя ни с кем, и будет вам счастье. А, естественно, все остальное тоже должно быть. Так, и вот у вас, если, конечно, на более высоком уровне, вы начинаете придумать продукты свои разные фишечки. Например, получили какую-то сертификацию, все учебные центры учатся один раз просто так, а у вас авторизация. У всех просто авторизованные преподаватели, а у вас они сдали какой-то экзамен крутой. У всех они сдали экзамен крутой, а у вас еще вы даете им всем блок какой-то поддержки посттренинговой. То есть всегда какая-то должна быть фишечка, про которую вы будете долго рассказывать, как это здорово, а у других ее нет. Так называемый маркетинг, кто маркетинг. Есть кто маркетинг более-менее серьезно изучал? Поднимите руки, пожалуйста. Есть? Коллеги, не бойтесь, поднимите. Ну, просто изучал, хорошо. Но есть такая маркетинг, такая есть вещь, волшебная форма. То есть когда при описании какой-то косметики вы читаете, что там какой-то уникальный продукт, понятно, что это уникальный продукт, они просто взяли, смешали, назвали, но ни у кого другого этого нет. То есть это вопрос не фон, а вопрос в уникальном имени каком-то вот этой формулы. Так, базовые правила написания, поехали, практика. Теория кончилась. Значит, смотрите. Используйте, слов должно быть мало. Американцы рекомендуют от 40 до 120 слов использовать для описания курса. Вот, пожалуйста, в этом держитесь. Люди читать не любят, поэтому тут скорее к уменьшению, но меньше 40 слов не надо. Предложения должны быть полные, не надо телеграфного стиля. Человек должен читать, не напрягая мозг. Он читает хорошо. Третий пункт, про который мы уже говорили. От второго лица. Вы научитесь, вы получите, вы сможете и так далее. Вот, кто напишет курс, курс подсвящен и так далее, сразу ругайте этого человека плохими словами. Язык использует целевая аудитория. Вот приведу пример нашей компании. У нас мы играем, чем наш опыт вообще интересен? Тем, что мы играем на огромном количестве разных досок. Мы плохо, могу сказать, у нас только в двух областях. Это в детях и не очень, плохо там уже, миллионов несколько, но мы считаем, что плохо. И английском языке. Это высокая конкуренция. В этих курсах мы успеха не добились. Во всем остальном мы работаем и с бухгалтерами, причем начальными, и с продвинутыми, и с руководителями, с управлением проектами, и с дизайнерами, и с менеджем по персоналу, с маркетологами, интернет-маркетологами, ну, естественно, программисты, сетевики, все компьютерные ассоциации. Так вот, самое грустное было, когда приходит, например, сотрудник рекламный отдел и начинает языком, которым нужно писать школьникам, писать текст для слушателей управления проектами. А там, простите, каждый зарабатывает больше меня по этому самому, потому что это серьезный человек, который рулит там нефтянки или еще где-то, ему нужно просто базовые принципы понимать, пеймай, это сам получить в своей ПДУ и научиться проджеку, как это. И поэтому язык разный, язык должен соответствовать селевой аудитории. Вот о каком языке говорят ваши, эти самые, потребители, вот такой вы используете. Понимаете, используйте понятные им слова. Вот. Значит, так, вот тут мне что-то не напишут, сейчас я посмотрю, что тут нет. Там же вопросы всякие, они... Вот, go to training, они... Так, ага, как написать в чат? Хороший вопрос. Слово, там есть чат. Вот, но все почему-то больше любят вот это самое, писать вопросы. Это специфика вот этой программы, которую мы меняем. Значит, преподаватель продукт образовать в учреждении. Галина, очень хорошая фраза. Он как бы, он продукт, как говорится, всего, но мы, скажем, да, естественно, упаковка. Мы его упаковываем. Преподаватель, как бы, он к нам приходит, но мы его упаковываем, будем так говорить. То есть совсем продукт нельзя. Да, мы пока еще, у нас очень мало наследственных преподавателей, которых мы тут родили и вырастили внутри компании. То есть такие тоже были, но они не делают. То есть... Так, дальше. Смотрите, значит, ну, стандартно, вот эта Аида, про которую, значит, я говорил. Внимание, интерес, желание, действие. Это, кажется, базовые принципы. У меня приходили интернет-маркетологи, которые говорили мне, что Аида устарела. Это люди, которые просто не понимали ничего. Понятно, что помимо Аида появилось еще куча много новых вещей. Например, этот самый принцип WIIFM, который переводится как What it is for me. То есть, а мне-то что с того? Понимаете, по-русски. То есть, тоже есть принципы много, но базовый принцип Аида никто не отменял. Это психология, понимаете, это даже биология человека. Вот пример вам. Так, практика. Теории много было, хватит, теория закончилась. Значит, практика. Пример. Посмотрите описание. Нормально, соответственно, так, у вас немножечко тут, по-моему, вот это вот. Вот так вот я сделаю. Значит, как стать фразой. Значит, теперь очень важно. Значит, смотрите. В американских наработках они предлагают вот эту первую фразу, которую вы видите на экране, использовать как название курса. Вот если взять все американские наработки и сделать только одну маленькую как бы помарку, что название курса должно быть нормальным, как мы привыкли, а первое, а вот то, что они говорят название, это должна быть первая фраза текста. Тогда все становится на свои места. Так вот первая фраза текста, она должна быть интересной, она должна быть цепляющей, она должна быть такой, чтобы, прочтя ее за три секунды, человек захотел читать еще хотя бы 30 секунд. Вот. Потом идет интерес, вот посмотрите. Вот. Значит, потом идет, соответственно, желание и всякие эти самые вот вещи. И в конце экшен записывайтесь прямо сейчас, причем экшен должен быть другой, что там скидка на курс, что так далее, что поспешите, места осталось мало. Причем очень интересная фраза. Поспешите, места осталось мало, используют практически все учебные центры. Но только у нас слушатели дрались в приемных, когда им не хватало последнего места. Было. Разводили. Вот. Потому что у нас действительно очень плотно, вот мы любим добивать группы полностью. Вот. И поэтому, если места в очных группах не хватает, то потом уже через интернет люди подключаются. Так. Посмотрели пример, да? Вот Софья пишет «Бесполезный семинар». Значит, готовы стать дизайнером за час? Нет. Ну, понятно. Обучаю дизайну за один час по фотографии без ведомого обучаемого. Это не для нас. Вот. Софья, возможно, все за пять минут сейчас уже отталкивает. Где здесь написано за пять минут? Секундочку. За месяц можно. А за пять минут никто не пишет. Но за месяц можно. Вполне могу рассказать пример. Идем дальше. Создай свое 3D-портфолио, например. Пожалуйста, то есть все разумно. Естественно, не должно быть фейка, не должно быть избыточных обещаний. Я вам уже говорил, и второй раз скажу, что наша задача не... Как бы дураков ловить, понимаете? Как многие онлайн-школы пытаются или другие. Наша задача нормальных людей учить. И наш товар просто очень качественно продвигает. В начале attention, внимание. Чтобы три секунды, чтобы человек просто захотел дальше читать, а не бросить. Потому что он как? Он посмотрел, либо он бросил, либо дальше пошел. И нужно вот привлечь внимание. Вот. Понятно, что создать свое 3D-портфолио, это имеет смысл показывать тем, кто действительно люди творческих профессий. Если вы такое писание курса и рекламу разошлете человеку, который занимается, например, бухгалтерией, он очень удивится. И не поймет, зачем ему создавать свое 3D-портфолио для должности главного бухгалтера. Вот. И может быть, если... И сразу начнут думать, что ему нужно сделать экспортальный отчет, какой мы домик там 3D, и показывать. Понятно, что все для своей аудитории. Так, дальше идем. Вот пример. Программа профпредготовки. Это важно почему? Потому что сейчас, вы знаете, что по последним как бы веяниям у нас постепенно вводятся профессиональные стандарты, и профессиональные стандарты, они требуются, чтобы у человека были документы об образовании по профессиональному стандарту. И я помню случай, когда дама чуть ли нам деньги предлагала, чтобы мы дали ей диплом о переподготовке директора по персоналу, потому что иначе ее бы уволили с работы. А на курсы она там не успевала пойти. Ну, мы этого не делаем, потому что рисковать компанией с оборотом 800 миллионов рублей в год ради этой дамы нам как-то не особо весело. Но, тем не менее, я могу сказать, что потребность такая есть. Иногда потребность – это не только, вот мы говорим, УТП, не только то, какой у вас преподаватель или чему вы там учите, но и какой документ вы выдаете. И, пожалуй, очень часто спрашивают начинающие учебные центры, а нужна лицензия, не нужна лицензия. Понимаете, если лицензии нет, если нет нормальных документов о переподготовке или о повышении квалификации, то всегда конкуренты будут говорить, что у них это есть, и все будут спрашивать у вас, а вам придется как-то отбалкиваться. Поэтому это должно быть. Причем это не так сложно сделать, как многие думают. Значит, ну, я не говорю, что тот пример, который вы видите, он самый правильный. Я бы, например, вот этот слайд переделал. Я бы написал не программу профессиональной подготовки, а обучение по профессиональному стандарту, потому что это более важно. Или, опять-таки, слова, вот такие слова мы в рекламе не используем, потому что программа профессиональной подготовки никто толком, еще нужно понять это, мы с вами поймем, что это такое. А получить свой диплом – поймут все, понимаете, а это тоже самое, диплом о переподготовке. То есть, переформулировать, найти всегда какое-то слово, которое людям понятно. Слово диплом понятно, диплом, а у других диплома нет. Настоящий диплом о переподготовке. Уже здорово, люди на это заморачиваются. Почему бы нет? Так, вот, посмотрите, заголовок. Заголовок – самый важный элемент описания. Вот то, что вы видите, слово заголовок – это читай первая фраза. Первая фраза, потому что заголовок в любом случае – это либо заголовок новости, но в описании курса название курса должно быть стандартное, понимаете. Оно не по-американской фигне. То есть, не продадут у нас такие курсы, не пойдут. Не будет человек идти на курс, где название курса в документе об окончании записано вот таким, значит, творческим манерам. Нет, у нас все стандартное, солидное. А вот первая фраза – что там должно быть? Он должен будоражить мышление. Это может быть либо цифры. Очень рекомендую. Значит, важно запишите. Этого нет в презентации, потому что презентация, она, в общем, немножко такая бесплатная. Поэтому, а на самом деле, значит, там что есть? Очень важно. Второе, высшее – тоже хорошо, конечно. Все правильно. Значит, смотрите, очень важно, я всегда говорю своим сотрудникам, что цифры, используйте цифры в рекламе. Потому что, когда человек читает хорошие препятствия, он говорит, блин, а только что ли он хороший? А может быть, он совсем не хороший? Когда он читает, мы научили, а может быть, не научили. И у человека возникает в мозгу ментальный барьер. Он не верит вам немножко. А когда вы говорите, миллион выпускников, чем думают, то есть люди говорят, ну, не придумают же они, проверить же можно. Понимаете, цифры, они чем интересны? Их можно проверить. Поэтому с цифрами, ну, кто-то, конечно, может врать с цифрами, а потом их будут уже откорректировать в версии на сайте. Но реально нам обычно человек цифрам верит. Понимаете? Поэтому, когда вы используете цифры в работе, какие-то проценты, число людей, например, можно сказать, что миллионы сайтов работают на написанной печени. И народ будет, да, действительно, миллионы сайтов. Понимаете, цифры, они более убедительны. Они лучше проникают чисто технологически в мозг и оказывают лучшее психологическое воздействие. Поэтому используйте цифры ваших, ну, понятно, что не они сплошные цифры, но используйте цифры ваших рекламных текстов, поскольку возможно. Это работает. Дальше. Итоговый результат. Человек, очень важный момент, он идет учиться не потому, что ему нравится учиться, он идет учиться потому, что он хочет жить лучше. Он хочет, чтобы хорошо зарабатывать, либо было счастье, либо найти еще что-то там такое. Но смысл в том, что мы продаем не обучение, мы продаем результаты этого обучения. И, соответственно, мы должны говорить о результате. Например, зарплата 3D-артиста в Соединенных Штатах начинает с 8000 долларов в месяц. Чтобы стать 3D-артиста, вам нужно изучить 3D-марс и вот эти вещи. Человек уже смотрит, почему бы нет. Оказывается, что это не просто 3D-визуализатор, который получает 60-70 тысяч рублей в месяц в Москве. А это, например, 3D-артист, который знает 3D-визуализацию, пусть умеет рисовать и дизайн понимает. И в Штатах зарабатывает 8000 долларов. Осталось только в Штатах и поехать. Язык выучил. Так, дальше идем. Первое подразведение. Это вот введение то, что у них пишется первое, а у нас есть второе идет. Те 30 секунд, после которых опять-таки он либо ему посмотрел, привлек внимание. Если он привлек внимание, но при этом вы его не зацепили, значит, он пользует бедность. Значит, соответственно, он от вас опять-таки ушел. Поэтому самое главное, первая фраза. Ее вылизывайте, делайте красиво. Потом суть этой первой фразы. Вам будет почему проще писать дальше? Потому что вы будете это привязывать к тому, что было до того. То есть у вас была первая фраза, что миллион сайтов создан на языке PHP. И вы сразу уже в следующий блок напишите, что PHP – это популярный язык программирования, разработаны интернет-дата, имеющие огромное количество поклонников и так далее, и вакансии. И на сегодняшний день на хит-картере находится, мысли-то посмотрели, посчитали сколько, написали там 8543 вакансии на программисты PHP. Это действительно правильно. Ну, они есть. И, соответственно, человек понимает вообще, что ему нужно. Вообще, зачем все это нужно? Вот. Так. Да, обязательно будоражьте чем еще? Вопрос. Очень хорошо это вопрос. Ну, это лучше для различного soft skills. Это для дополнительного непрофессионального образования. Например, что… Вот вопрос, например. Вы уверены, что вас не уволят из-за новых профстандартов? Человек думает, а ну-ка действительно, проверим. И тут он начинает думать. То есть вопрос заставляет человека задуматься. Вот. Что важно? То, что… Вот посмотрите пункт номер два. Мы с вами про это говорили. Делайте читателя ценное внимание. То есть вопрос, а что мне с этого? Действия. Понимаете? Ощутимые результаты. Не надо воды. Не надо абстрактных, размытых формулировок казенных. Вы не диссертацию пишете. Когда вы будете писать диссертацию, вы будете писать вот такие вот сложные фразы. Вы будете показывать, какой вы умный, как вы умеете научными словами что-то это сделать. А здесь мы пишем просто. Здесь должно быть понятно этим самым маленьким детям даже в каком-то плане. Очень хорошо в свое время в программе Word была такая фишка статистика удобно читаемости. Может быть, она и сейчас есть. Здесь я очень давно не пользовался. Там она давала процесс сложных фраз и легкость слов. И тогда, если было слишком сложно, то я всегда советовал нашим разбивать. Сам делал, разбивал длинную фразу, короткую, самую простую. И заменял длинные слова более короткими синонимами. То есть если вы можете пять слов заменить тремя словами без потери смысла, делайте это. Потому что люди читать не любят. Им их это напрягает с каждым годом все больше и больше. Да, вот сокращение прилагательное не надо. То есть великие, изнаменитые торговли с сжатым воздухом. Не только. То есть посмотрите внимательно на этот слайд. Сейчас я не успею по каждому пункту дать пример. Но вы когда начнете работать, вы сами это сделаете. Дальше. Вот слова. Очень хорошие слова, которые можно использовать. Это подарок. Вы можете их, пожалуйста, брать с этого слайда и копипастом вставлять в ваши рекламные тексты. Ну, мои критики там были пока. Вот, пожалуйста. Еще добавьте сюда от Наскальдрица. Наработочка у нас была очень сильная дама. Она сейчас финансами занимается. Много лет работала в нашей компании. Где-то 20 лет назад пришла, 10 лет назад ушла. Давно это было. Вот. А сейчас хэш-фондами занимается. Но вот у нее была очень хорошая формулировка в рекламе не только, но и. Я тоже это очень люблю. Вы не только получите такие знания, но и научитесь чему-то другому. Ну, честно, стилистическое, хорошее наход для рекламных текстов. Люблю. Нравится такая фраза. Так. Дальше идем. Так. Ну, в общем-то, по сути презентацию я вам дочитал. Ну, значит, и тут уже пошла реклама, значит, курса, который будет в следующий понедельник. Вот. Значит, если есть какие-то вопросы по семинару и по курсу, я, чтобы уложиться в тайминг, оставил время на вопросы и готов на них ответить. Я обычно всегда оставляю гораздо больше времени на вопросы, потому что я отвечаю практически на все, необязательно даже по теме семинара. Так. Вопросы, пожалуйста, по семинару пишите. А кто пришел очно и потратил время на дорогу, может поднимать руку и задавать вопросы. Можно получить презентацию. Да, Елена, всем будет обязательно выслана презентация. Ваши имейлы у нас есть, и презентацию мы вас обязательно пришлем. У вас будет там автоматическая рассылка. Коллеги, вопросы по текстам? Давайте. В вашем центре есть специалисты, которые заточены на описание курса, где каждый преподаватель составляет... Хороший вопрос. Значит, смотрите, нет, 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 нет. Преподаватель, божий человек, преподаватель, значит, для понимания преподаватель, есть, как говорится, великий и, в общем-то, это как сказать, ну, сейчас не по-друге говорить, это будет говорить, цвета я не буду говорить, кто какого цвета. Это не политкорректно. Преподаватель – это высшее существо. Преподаватель, не зная слова, деньги при общении с клиентами, он говорит, у вас какие-то проблемы с документами, подойдите в администрацию. Администратор уже говорит, платить надо. Вот. Преподаватель не может... Единственный человек, который может написать тексты сам, это преподаватель рекламы. Это Лена Шульга, она может это делать. Вот. Но все остальные, они с ними согласовывают. То есть, самый лучший пример тоже, ловите, пожалуйста, себе в копилочку. У нас есть копирайтер, естественно, который все это должен делать. Но иногда бывает сложно, курсов много, но у нас порядка где-то 500 курсов живых и еще 500 в резерве, которые есть. Примерно так. Ну, последний прескурант, я вот смотрел, ну, вот, вернее, не прескурант, смета. 800 курсов было. Ну, понятно, там какие-то тухлые, которые никогда не идут, но где-то живых, где-то, ну, 300 курсов идут буквально каждый год. Точно они иногда всплывают. И разбираться в этом все практически немыслимно. Есть очень хороший практический прием, ловите идею, интервью. То есть, преподаватель подходит к преподавателю, или копирайтер подходит к преподавателю, простите, и говорит, вот, вопросы есть, ты вот новый курс придумал. Да, говорит, вот, классный курс. А вот скажи, вот для кого? А вот почему он лучше, чем у других? То есть, есть список таких вопросов, и преподаватели, когда отвечают на эти вопросы, это записывается на диктофон, получается, как интервью для журнала. Из этого потом уже копирайтер может сделать нормальное более-менее описание. Плюс есть продуктолог. Ну, у нас компания большая, у нас три продуктолога, 200 преподавателей, понимаете? Поэтому, но вы можете где-то продуктологом и сами быть в маленькой компании, но вы понимаете, вообще, о чем идет речь и зачем все это нужно. И можете выступать каким-то вот тоже человеком, который лучший преподаватель расскажет, почему это хорошо. Вот, методист, который, электолог-методист. Коллеги, еще вопросы. Так, вот, всего доброго. Потому что ведет к удлинению текста. Понимаете? Согласен. Андрей, согласен. Согласен, спорить не буду. Я, честно говоря, потому что тоже не использую. Это, видимо, была американская презентация и неудачный перевод. Спасибо, Андрей, молодец. Еще есть, коллеги, какие-то эти самые вопросы? Я долго не отпускаю вопросы, что это самое люблю. Смелее. Ну, вы же, у вас какие-то проблемы есть. Не стесняйтесь, пожалуйста. У меня 27 лет опыт работы в платном образовании. Вот. Я могу ответить на очень много вопросов ваших. Либо хотя бы подсказать, к кому обращаться. Хороший вопрос. Кто ваша целевая аудитория? Телекоммуникации. То есть, телекоммуникации в широком смысле слова или в коротком? То есть, любые телекоммуникации. Значит, смотрите, что у нас и что вы хотите им предлагать? Нет. Смотря с чем вы к ним придете. Если вы им хотите, извините, продукты питания, это одно. Если вы хотите им это самое, клининг. Значит, чтобы обучение. Значит, смотрите. Выход от целевой аудитории. Значит, что у вас сейчас? Значит, нужно понять, кого вы будете продавать. И что вы будете продавать? Значит, если у вас клиент профессионально определенный, в данном случае, вот по вашему вопросу, это профессиональный определенный клиент, это вертикальная специализация по-русски, то тогда вы, наверное, выходите на него с какими-то профессиональными, такими же курсами, именно заточенные на телекоммуникации. А что у вас такое в этих курсах есть, что кому-то надо? Это сертификат Huawei или Ericsson, или еще какие-то вещи. Что у вас? Им это надо. А просто нужно. Как на инфекте. Они знают, значит, они знают, что это им надо? Они знают, но их знают недостаточно. Для... Вот... Правильно. Вот, значит, смотрите. Классика жанра для любого. В общем, не только любые. Это бесплатно. В начале, это сейчас самое модное, бесплатные мероприятия. Вы проводите бесплатный семинар на какую-то тему. Например, используя какого-то оборудования для чего-то такого. Люди записываются на бесплатный семинар, часто по вебинару. Телекоммуникации... Более того, если вам не нужны пионеры и пенсионеры на этом, вы делаете достаточно серьезный фильтр. Потому что, ладно, мы. Мы работаем в широкой аудитории, мы всем рады. А вам нужна только телекоммуникационная. Вот что на семинаре, делайте его с выпивкой и закуской. Нормальный для серьезных людей. Но очень жестко фильтруете, то есть требуете указать название компании. Вам же их нужно немного и продавать футбуки за три копейки, так ли? Да. Ну вот. Делайте презентацию, делайте бесплатный семинар. Хороший ваш спикер, ваших нормальный преподаватель. Не футбол. Вот. Интересная тема. Обильный стол. Хороший. И жесткий фильтр для тех, чтобы там в фуфлоне приходило. То есть вы специальные девочки, которые рассылают все эти приглашения, дают там кучу аннотаций. И потом главное для вас будет не... Чтобы не достучаться до них, а отфильтровать в том потоке халявщиков, которые к вам захотят прийти, именно те, кто вам нужен. Поэтому там регистрация, прозвон, добрые дни, действительные работы. Вот так далее. И, соответственно, к вам придут не все, к вам придут те, которые могут войти... Вряд ли к вам лицо принимающего зрения сразу придет. Но они к вам все равно придут, что-то останется. Дайте им в руку какие-то материалы рекламные, которые придут. И подумайте, поговорите с ними, и через них можно выйти на более серьезных людей. Второй вариант. Можете предложить это самое... На этом семинаре дайте не все, что им интересно, а дайте половину. А вторую половину скажите, что мы готовы провести специально для вашей компании вторую серию этого семинара тоже бесплатно, чтобы посмотреть, какие мы молодцы. Понятная идея? Нет, первый? Нет, 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 нет. Понимаете, какая фишка? Вебинар – это массовая фигня. Вам, у вас клиент не массовый. Вы лови бетон, понимаете, вы же не этот самый, не оптовка-то. Вебинар – это для масс. Вы для широкой аудитории хотите или для узкой, не скажите? Вы кого хотите? Я про другое говорю. Вам кто нужен? В телекоме. В телекоме, понимаете, это не бухгалтерия. Бухгалтеров миллионы, а телеком все-таки меньше. Поэтому нужно смотреть. Мы, например, для частных клиентов очень редко проводили вот такие акции, а для корпоративных клиентов проводили. То есть тут зависит от того, а для крупных корпоративных клиентов мы проводим вообще на территории разных стран. Поэтому тут все как бы по иерархии. Тут нужно смотреть, но это все классика. Еще какие вопросы? Вы убедились, что я ответил по нему. Давайте. И мои курсы выставляются на торги. Как я это не люблю. Как я это не люблю. Как я вообще не люблю эти все торги, конкурсы, семинары. Понимаете, ну как вам сказать, это не у нас, это классика жанра, что, конечно, плох тот тендер, в котором вы участвуете без предварительной договоренности. Когда самое лучшее, когда они говорят, что хотим у вас учиться. Ну хорошо. Но у нас торги, и мы должны покупать дешево. Ну, значит, это ваши проблемы, ребята. Они говорят, ну хорошо, без торга мы можем. У них есть сумма, которая может без торга. Вот. Да. Мы, например, так и работаем. Мы никогда не выиграли купли тендеров больших. У нас компания за 27 лет не выиграла ни одного тендера больше 10 миллионов. Она, по-моему, 9 миллионов не выиграла. Вот как тендер один большой, именно вот тендер, который торгуется и так далее. Вот. Ну, как-то вроде вот живем. Потому что мы не любим продавать дешево. Потому что мы не любим делать качество низкое, еще что-то. А так, конечно, там есть какие моменты. Ну, квалификация есть. Какая квалификация. Уникальность какого-то продукта. Там действительно настоящая уникальность, когда ни у кого такого товара нет. Назначайте свою цену. Ну, мы не рассматриваем незаконные способы типа сговора с конкурентом. Потому что это запрещено. Как бы это незаконно. Это фа слава богу. Это незаконных средств не используется. Но, как правило, если у нас хорошие... Мы немножко по-другому. Мы всегда... Наша задача была сделать такой товар, который все купят за нормальные деньги на открытом рынке. Вот. То есть мы никак... Поэтому госсектор у нас занимает практически очень маленький объем. То есть мы практически не работаем с госсектором. Потому что они как-то мало платят. Знаете? Как-то остается мало. Вот. Поэтому мы с ними работаем. Не любим. Вот. То есть, ну, есть специфика. Ну, я честно ответил. Возможно, есть. Ну, обсудить можно. Но так просто вот радоваться. Еще какие вопросы, коллеги? Так. Сколько у меня времени? Час, по-моему, у нас? Или час меньше? А! Вот. Семинар по теме промбезопасность. По нововведениям. Много желающих. Очень важно. Что им в раздачный материал вложить? Значит, хороший вопрос от Галины Колесниковой. У них будет проводить семинар по безопасности и нововведениям. Что вложить в раздачу? Значит, смотрите. У нас сейчас тренд... Вообще последние вот много лет. Весь тренд на то, что раздача становится как можно более худой и переходит в электронку. То есть, нормальный... Раньше, как говорится, в детстве мы давали красивый комплекс диск раздачи. Сейчас вот последний вариант раздачи, который рекламный отдел должен подготовить со дня на день. Это каталог в виде просто одного этого самого разворота бумаги. Двойной А4. Который разворачивается. Внутри там ссылка на то, где скачать каталог. То есть, вроде что-то и в руку дал, и много денег не потратил. Всегда можно обновить тот каталог, который есть. То есть, это листочек. Красивый листочек. Ну, очень красивый листочек. Двойной листочек красивый. Листочек папочки. Но на полиграфию тратить время. Ну, когда-то где-то... Если вы недвижимость продаете, еще можно. А так, пожалуйста, люди интернетом сейчас все пользуются. Зачем вам на полиграфию время тратить деньги? Поэтому раздача материала. Предложите им. Дайте им какую-то штуку, чтобы они... Полезную штуку дайте им, например, раздаточный материал. Дайте им в раздачу за те же деньги кружки. За те же деньги какую-то практическую флешку. Флешки, ну, не знаю, может быть и флешку. Вот. Подарочную карту какую-то. Еще что-то такое вот интересное. То есть, много... Какой-то сувенирчик, который не выброшен. Это целая отдельная тема. Но не давайте им раздачу ворох бумаги, который выбросил. И который никто не будет носить. Я помню, я был на конференции в Вене. Это давно достаточно было. И нам дали раздачный материал. Он весил килограмма, наверное, два. А у меня ограничения по весу. Я просто выбросил. Понимаете? И потом долго, полгода я просил у них электронный реверс. Вот. Но это... Просто я к тому, что не нужно никому это думать. Так. Вот еще вопрос. Нужна ли в тексте информация подробное количество часов? Тема форма обучения. Это немножко вопрос на Елена выходит за рамки нашего семинара. Это все рассказывается на курсе. Когда давать информацию про даты, про место, про время, в какой очередности. Потому что там тоже очень важно. Цветовая гамма у каждого своя, сразу могу сказать. У вас есть корпоративные цвета одни, у нас другие. Это не обсуждается конкретно. А вот именно количество часов, темы есть, темы форма обучения и так далее. Там есть четкая иерархия. И это на курсе будет. Вы проводили конференцию по дополнительному образованию. Были ли какие-то интересные? Я участвовал. Я сам не проводил таких конференций. Но я... В Бауманке. Нет. В Бауманке там они, может быть, сами проводили. У них немножко своя специфика. Потому что я не помню, чтобы я участвовал именно в Бауманской конференции. Дело в том, что, к сожалению, сейчас по конференциям просто сориентирую. Значит, смотрите. В принципе, конференции бывают разные. Они делятся на те, где вам пытаются очень много. Я, в том числе, в последнее время я был на онлайн-конференции по онлайн-бизнесу. Мне было это интересно. Мне было вполне интересно. Один раз стоит съездить на этот самый Елёрный форум. Они в Питере проходят раз в год. Мне понравилось, честно скажу. Конференция. От спроса до призвания. Мамдошный, это для публикации. Там унылая скука. По этим самым другим я был, смотрел. Там, понимаете, там какая проблема всех современных этих конференций. Либо это делается, чтобы государственные деньги как-то... Государство все это рассказывает, какие они все молодцы. И люди в поиске за деньги. Вообще, что мне не нравится в современном рынке образования. Ну, я человек уже давно здесь. Мне не нравится, что основной подход идет к тому, что давайте мы красиво расскажем, но нам дадут деньги. Понимаете? Вот в основном все, кто идет, очень много народу пытается, но сейчас, может быть, так модно, стильно, современно выпрашивать деньги. Понимаете? А давайте вот мы найдем гранты. А давайте мы еще куда-то бегать. Что-то нам посуетиться. И нам дадут какие-то государственные или спонсорские деньги. У многих получается. У многих нет. Но бегают все. Мы никогда не бегали за чужими деньгами. Мы сделали хорошее обучение. Предлагаем хорошее обучение. Ребят, нравится? Нравится, платите. А что так дорого? Хорошее обучение. Проблем нет. Понимаете? Нам вот это было интересно. Чтобы у нас, например, за действия цены удвоились. Вот. И так далее. Нам было вот интересно вот в этом плане как-то развиваться. А сейчас немножко другое. И потом на этих конференциях вы понимаете, что 90% всех выступающих, они самопиарятся. Понимаете? Потому что денег спикерам никто не платит. Все экономят организаторы конференции. Я сам участвую в некоторых конференциях. Ну, я участвую в конференциях. Вот, да, еще один очень хороший ресурс. У меня очень много здесь уже, наверное, есть таких. Это запишите себе слово «главуч». Кто-нибудь знает, что это такое? Знаете? Ну, вот смотри. Там вполне прикольно. Но там тоже все бесплатно совсем. И там, в общем-то, те бесплатные курсы, которые они, семинары ведут, они не все одинаково полезны. То есть какие-то вещи там себе интересны. Но какие-то там профессионально достаточно спорные. Ну, когда там был семинар про финансы учебного центра, где слово бюджетирование не просто не рассказали, но еще и на прямой вопрос у владельца. Понимаете? То вообще я не мог. То есть это полностью дезориентация людей была. Но в целом там очень жилье, и они заряжают позитивной энергией. Так. Как избавиться от неудивания, так как уже вокруг уже всего обучают? Ну, как вам, Галина? Это все, это вот этот вопрос я отвечу. Понимаете? То, что все... Это, наоборот, хорошо. Вы понимаете? Когда все вокруг чему-то обучают тому, что вы... Когда у вас есть конкуренты, это счастье. Понимаете? Потому что тогда вы чувствуете, что вы кому-то... Что это действительно что-то нужное. Понимаете? А конкурентов нет там, где никому не нужный товар производит. Наоборот, когда я вижу, что в интернете кроме нас никого нет, я вот начинаю задумываться. Слушайте, а может это вообще кому-то нужно? Или может это вообще какая-то фигня, которую уже давно никто не занимается какими-то там устаревшими курсами? Могу привести пример. Курс по ремонту компьютеров. Мы его начинали очень давно. У нас есть единственный сейчас в Москве нормальный курс по ремонту компьютеров. Но каждый год на него все меньше и меньше народу идет, потому что никому просто не нужен ремонт компьютеров. Ну то мы получили 3 миллиона в год, то 2 миллиона в год. В следующем году, наверное, полтора получим или миллион. Ну то есть понимаете, вроде и закрывать нельзя, потому что деньги нужны и в общем там работать. Но спрос все сокращается, сокращается. То есть это не то перспективное, что будет в будущем. А на тот же питон там вообще очередь стоит. И дай бог нам и в пене в мыле ищем, и воспитываем преподавателя, чтобы он сдал все экзамены и работал. Там действительно понятно. И конкурентов там полно. Там интересно, конкурентов это здорово, понимаете. Поэтому это значит, кому-то интересно. Вот поэтому неуверенность, вы должны знать, что у вас есть какая-то уникальность. Тогда все нормально будет. Так, ну что, время наше подошло к концу. Кто не задал вопрос, сам виноват. Он не получил ответ. Всем большое спасибо. Надеюсь, что аудитория на курсе будет более, скажем так, мотивированная на получение знаний. И, соответственно, значит, будет задавать много хороших вопросов, которые я очень люблю. Всем спасибо. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok